Всем привет! С вами Алекс Канамбереглаб. Сегодня говорим о луканах и землетрясения. Как обычно, начинаем с солнца, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. Что мы видим? Вот здесь вот вспышечка в самом конце. Вот сейчас давайте посмотрим. Вот она сейчас вот здесь на 8 часах. Вот такой получается последний кадр. Но, судя по всему, это вчера. От сегодняшнего дня пока не выложили кадры. Как-то на этой вспышечке решили успокоиться. Давайте посмотрим последний кадр с другого ракурса. Ну, здесь ничего не видно, что было бы интересно. На самом деле, интересное было. М3.8 была вспышка, но ее отнесли к зоне 32-34, которая от нас отворачивается. А вот последнее, судя по всему, это на 8 часах. Давайте смотреть. Да, кстати, смотрите, упали резко вероятности. С-класс остался прежний 99%, а М-класс стал 45%, Х-класс 10%. То есть, М и Х поставили в зеленую зону. Ну, посмотрим. Так, давайте теперь глянем, что могло вызвать на 8 часах. А вот оно, вот видите, здесь появились пятна, которым еще не дали номер, но мы можем сказать, что у них группа будет 32-43. Вот вчера дали номер вот этому 32-42. Недалеко от экватора находится тоже такая интересная зона. Мне кажется, у нее есть хороший потенциал для развития. Что вы думаете? И она находится недалеко от экватора. А 32-34, все, можно сказать ей до свидания. То есть, завтра и 32-36 уже не будут видны, уже уйдут. Так, смотрим теперь статистику. У нас 8 активных зон, и в них всего лишь 31 пятно. То есть, не так уж и много. Давайте глянем в другом диапазоне, что здесь интересного. Здесь вот, да, на 8 часах видно хорошо. Ну и вот эта вот зона мне нравится уже заранее. Еще она не развернулась, а уже нравится. Так, Роман пишет, спасибо за ваш труд, успехов вам и благополучия. Благодарю вас, очень приятно получать такой комментарий. Так, Алекс Бат пишет, очень интересно. Не знал, что есть такие данные в свободном доступе. Начал вас смотреть после происшествий в Турции. Спасибо вам за обзоры. Ну, тоже благодарю вас, очень интересно. Алексей Покровский пишет, я люблю этот канал и советую всем. Сейчас это очень актуально, как никогда. Очень уважаю автора, такое общение всем необходимое. И поэтому я очень радуюсь, когда у Алекса прибавляется подписчиков. И вам советую приглашать на этот канал, как и я, родственников, друзей, знакомых. И поверьте, не пожалеете. Многие из нас общаются на этом канале не один год. Это очень интересное общение, узнаешь всегда что-то новое. Вам желаю удачи, добра и позитива. Алексей, благодарю вас за этот комментарий. Хочу сказать, да, большое спасибо всем участникам канала. Вы задаете всегда интересные вопросы, добрые комментарии. То есть, и качество этих комментариев, качество вопросов, оно растет. И всегда было на высоком уровне. То есть, какой-то там хейтерский контент, как правило, сведен к минимуму. И я это очень благодарен. Так, Виталий Вишталюк пишет, спасибо, благодарю вас. Ну, давайте дальше. Теперь посмотрим, что у нас с дырами происходит. Тут одна дырочка. Ну, не дали ей развернуться, да. Вот здесь вот отлично видно. И вот здесь такой триумвират получается, да. Смотрите, какие зоны здесь. Прям мощно пышет жар. Вот три зоны такие активные. Здесь еще протуберанец такой длинный, глистообразный протуберанец. Так что, впереди есть, что посмотреть, будет интересно. Так, ладно, давайте теперь глянем, что у нас с геомагнитной обстановкой. Ну, это всполохи после бури. Вот немножко такие запоздалые. Четверочка вот была сегодня ночью. Сейчас вернулась опять к салатовой зоне. Прогноз вот на 5 марта ставит, что 5 с минусом. То есть, небольшая магнитная буря, возможно, 5 марта. Давайте посмотрим. То есть, мне кажется, это, скорее всего, связано с дырой. С дырой, которая находится по центру. И с нее солнечный ветер вышел. И вот, возможно, легкая такая бурька. Так, по вулканам у нас 46 вулканов при норме 40. Ну, красочно извергается там Стромболи с такими лавопадами красивыми. Прям загляденье там с дрона снимают. Вот, также вот Нью-Раконг. Здесь сообщается о том, что лава озера там активна. Ну, а в целом все остается примерно на таком же уровне сейчас. Давайте посмотрим сейсмичность. Немножко подросла, причем довольно-таки резко за последние сутки. Сейсмичность 58 землетрясений, магнитуры 4,9 и выше. При норме 50, то есть чуть выше нормы. Вот из самых интересных. Вчера было 6,5 на Вануатовую. И мы видим, что здесь довольно-таки бодрая активность. То есть, оно 5,4 там, вот и 4,9, 5,0 рядом на Соломоновых островах. Опять 5,0 на Вануату. Также у нас активность высока вот здесь вот на Сэндвичевых островах. Вот, опять Вануату 5,3. Вот в Перу у нас активность 5,2 есть. Ну, и что самое главное, мы смотрим вот здесь вот Турция. Турция представляет проблему, потому что автошоки продолжаются. И вы обратите внимание, какая глубина. 6,1 километр. То есть, все продолжается. Все продолжается. Ну, и 5,6 опять же на Сэндвичевых. Причем здесь довольно-таки, если разобрать, то зона сейсмичности довольно-таки большая, которая наблюдается сейчас. Да, поступил комментарий от Розетты. Она спрашивает, где можно посмотреть обстоятельно землетрясения в Казахстане и проанализировать. Вот что она пишет. Алекс, благодарю за прогнозы, смотрю с удовольствием. Актуально, интересно и познавательно. У нас в Алма-Ате сейсмичность, кажется, уменьшилась. Но это вроде не к лучшему. Раньше трясло чаще. Как это можно проанализировать? Ссылка на Казахстан у меня почему-то не открывается. Подскажите, пожалуйста, где еще можно посмотреть анализы землетрясения в Казахстане? Вот здесь вот на американской геослужбе. Ну, здесь, мне кажется, нет перевода на русский язык. То есть, только на английском языке. Вот, выдает, что в регионе было всего 1865 землетрясения. Я вбил 60 последних лет. Вот, это магнитуда 4,5 и выше. То есть, здесь можно, в принципе, поиграть с магнитудами. Видно, что в основном это, конечно, юго-восточный Казахстан. И вот на границе с Кыргызстаном. Да, вот крупный 7,1 было в 78-м году. Да, он очень мощный, да, тряханул. Вот еще очаг на границе с Китаем. Здесь мы видим, да, такой плотный. Вот. И вот еще одно землетрясение 6,1. Это уже в Киене, непосредственно в самом Казахстане. Глубина была 15 километров. Но, что можно сказать, что в самом Казахстане магнитуда ниже, чем в прилегающем Кыргызстане или в том же самом Китае. Допустим, вот на западе Китая тоже 6,3 было на глубине 20 километров. И в целом сейсмичность, мы видим, по плотности она немножко ниже. Теперь вам практические шаги, как запомнить, чтобы осталось видео. Вот жмете на USGS, это американская геологическая служба. Потом жмете вот сюда Search Earthquake Catalog. И здесь дальше вы выбираете Custom. И выдается вот такая карта. И на этой карте очень удобно. Вы можете раз подвести именно тот регион, который вас интересует. Вот два раза кликаете. И дальше можно вот так вот регион выбрать примерно по широте. Ну и дальше по долготе тоже опустить сюда. Так, сейчас что-то тормозит. Вот. И получается такой квадрат. В этот квадрат как раз вы захватываете ту зону, которая вам интересна. То есть вы дальше жмете на эту зеленую кнопку. И все, эти данные поступили. Вот по какие широты, какие меридианы используются. И дальше вы вбиваете, что вас интересует. То есть вот здесь вот Custom. И вбиваете год. Допустим, 1963 я вот вбил сюда. И здесь вы можете... Я вбил 4,5, но вы можете посмотреть все землетрясения. Допустим, вбить 2,5. Или поставить здесь Custom. Все, что больше магнитуды, 3 минимум. Да, магнитуды. И затем вот здесь все очень нажать. Я сейчас не буду это делать, потому что подвиснет компьютер. Ну, в принципе, вот такая методология. И вы можете наслаждаться этим в любом регионе на нашей планете. Но, одно но, что не все землетрясения поступают в американскую базу данных. Так что, вот так. Но крупные все. Крупные все. Это касательно вот все, что меньше 4,5. Вот здесь вот очень большие вариации. Все, что больше, там уже дела обстоят получше. Так. Дальше. Смотрим теперь сейсмичность по европейской базе данных. И здесь мы видим вот сейсмичность в районе Свальборда. Неглубокая. 3,8 на глубине 10 километров. Что самое интересное, у Норвегии тоже здесь 3,3 на глубине 11 километров. Вот. Редко вот здесь вот в Норвежском море в этом месте землетрясение. Но случается. На Канарах есть сейсмичность около Гибралтара, по-восточной Испании. Вот, кстати, у Кёльна здесь 2,2 на глубине 1 километр. Это опять вулкан Айфель. Что-то он активный. И вот центральный массив во Франции 2,2 на глубине 0 километров на уровне моря. Там вулканы, они дремлют тоже в центре Франции. Они еще себя покажут. Так. У Швейцарии вот так по кругу прям такая сейсмичность. Ну, вдоль Италии это типичная такая картина. Интересно, что затих вот этот регион, да? Абсолютно даже мелкой сейсмичности нет. И, кстати, про этот регион пишет Иван Соколов. Ну, вот канал Раскрытия пишет. Германии тоже опасно. Нужно держаться ближе к горным районам. Австрии, Венгрии. Ну, вы знаете, как бы в Германии это горная страна. Большая часть это такие, ну, конечно, настоящим горам не назовешь, но такие высокие холмы. Это большая часть Германии. Поэтому плоская это только северная часть, северо-западная даже вот здесь. А так большая часть это холмы. Иван Соколов пишет. Говорят, в Вене существует высокая возможность сильных землетрясений. Чуть ли не на втором месте среди крупных городов в Европе по сейсмопастности после Стамбула. Да, там сейсмичность присутствует. И периодически их там потряхивают. Там четверочки такое бывает. Но я не согласен, что, в принципе, допустим, если взять Бухарест, там, ребята, гораздо все серьезнее по сейсмичности. Да, это если мы берем по столицам. А так вот этот Айфель располагается тоже. Кёльн, крупный город рядом. Ну, а Франция, вот здесь массив центральный тоже. В Испании, в Испании здесь тоже могут быть очень сильные землетрясения. А Лиссабон вам как? То есть, это что-то как-то накручено. Нет. Вена, ну, в десятку, можно сказать, еще так, с натяжечкой. Но чтобы второе место, нет. Лиссабон возьмите, вот, что там было, почитайте историю. Так, Аделина пишет. Привет, Алекс. Ну, не факт, что Брус проснется сейчас. Может, через сто лет или двести лет. Вот вы правы, Аделина. Потому что вулканы очень медленные. Понимаете? Они могут развиваться, все процессы очень-очень медленно. Наулканы. Так, 007КРД пишет. Спасибо за ответ, процветание канала. Благодарю вас. Даяна Аджива пишет. Живу в Черкесии. Кизак, Номоль Брус. Второй день очень странное состояние у всех. Головные боли и тревожность у людей. В горах хуже. Вот это интересное наблюдение. Потому что, может быть, это, да, реакция на какие-то локальные процессы. А может быть, это реакция была на магнитную бурю. Вот здесь, как бы, разделять надо. Но, суть по всему, потому что сейсмичность шла на север, я думаю, что какие-то процессы происходят. Но не волнуйтесь сильно, потому что это может занять очень длительное время. Радость пишет. Алекс, здравствуйте. Если в выходные произойдет сверхмощное землетрясение, вы в эфир выйдете. С учетом того, что по выходным у вас выходной. Интересное сочетание. По выходным у вас выходной. Хотя я почему-то не думаю, что что-то будет. Не знаю почему. Отвечаю на вопрос. Пока я подвижен, точнее, мобилен, нет. То есть, я, как правило, в выходных горах. Если что-то случится, тогда посмотрим. Так, Умит Е пишет. Кто-нибудь смотрит на ночное небо? Вы заметили, стоят два небесных тела, и они сближаются. Я за ними наблюдаю время от времени. Они прилично сблизились за неделю. Думала комета, но вроде нет. Поискала в инете, говорят, Юпитер и Венера. Интересный феномен. Да, вы правы, это Юпитер и Венера. Но что самое интересное, что по факту, несмотря на то, что со стороны Земли они, кажется, как будто сблизились, на самом деле они находятся по разной стороне от нашей планеты. Это такой факт. По орбите, если брать. То есть, они не рядом находятся. Просто их расположение такое сейчас в Солнечной системе. И наблюдатели, кажется, как будто они стоят, расположены очень близко друг к другу. Так, Ольга Шаламова пишет, Алекс, вот вы сказали, что неспокойно в Тихом океане. Вот, пожалуйста, 30 минут назад 6,5 возле Внуату, по тому времени там уже ночь. Через 6 минут там уже 5,4 магнитуда стоит риск цунами. Ну, цунами там, это так, просто ставят риск, там нет причин для этого. Полтора часа назад Тайване 4,9 пишут, что трясло 20 секунд. А вот это интересно, что магнитуда небольшая, а продолжительность длительная. Спасибо большое за ваш комментарий. Так, Юлия Татаринова пишет, спасибо вам из Ставрополя. Пишу сегодня кошки мои беспокойны весь день. Но Ставрополя, слава богам, не ощутили мы их землетрясения сегодня. В Кисловодске было. Но, если честно, предчувствие какое-то не сильно хорошее насчет Эльбруса и землетрясений. Ну, мы уже за этим наблюдаем давно. И, в общем-то, как говорится, прогресс сейсмичности налицо. Вот, страны Грузии 4,1 на глубине 2 километра у нас наблюдается. Сегодня. Так. Дальше давайте почитаем. Вот, Россия лучше пишет. А мы с Нальчика раньше часто бывали в горах, теперь страшно. Ну, вы не бойтесь, потому что, как говорится, я уже объяснял, что в горах столько опасностей, что если, как бы, бояться и ориентироваться на что-то одно, ну, да, тогда лучше дома сидеть. А так просто расслабитесь и, как бы, выпишите те, как бы, качества, те желаемые стороны посещения гор, которые вам доставляют удовольствие и какие-то страхи. Вот, и посмотрите, выпишите на листок бумаги, там, сделайте колонку удовольствия и страхи и сравните. И если там у вас будет страхов больше, конечно, то тогда не стоит, зачем себя стрессировать. А если все прекрасно, то наоборот, надо находить, как бы, баланс. Иван Соколов пишет. Здравствуйте. Насчет водорода после разрядов грозы, вторая космическая скорость у Земли больше, чем скорость у молекул водорода. Поэтому водород, по моему мнению, не может покинуть атмосферу Земли. Ну, а как же покидает комету, частицы кометы, формируя ее хвост? Вот так же водород покидает. Так, Алена Орловская пишет. Здравствуйте, спасибо за обзор. Если Эльбрус взорвется, в Элисте будет опасно находиться? Ну, знаете, нет. Я думаю, что даже если будет какое-то массовое пепловое облако, то, в принципе, какой-то серьезной опасности она не предстает для Элисты. То есть Элиста безопасное место. Наталия Лесь пишет. Благодарю вас, Алик, за ваш труд и мудрый, выдержанный, эрудированный глаз ваш. Мира и благоразумия всем нам. Какой отличный комментарий. Спасибо вам большое, Натали. Так, дальше давайте глянем на Турцию. Что здесь происходит? Потому что мы видим, автошоки продолжаются. Ну, также вот эта форма семерки сохраняется. Также вот куда-то она сюда вытягивается в сторону Казири. У Каладанов здесь присутствует сейсмичность. И у Кипра тоже мелкая сейсмичность постоянно присутствует. Вот здесь, да, такой очаг. 5.0 на глубине 4 километра. Видно, что это не единичный автошок. Здесь и 4.0. Есть глубины примерно одинаковые. 5-6 километров. То есть, явно там какие-то процессы происходят. Ну, вот 9 километров. Но примерно на одной и той же глубине. То есть, там нет такой сильной вариации. Там 50, допустим, 20, там 5 километров. Нет, видно, что где-то все в пределах 5-10 километров. Вот в этом диапазоне. Интересно. Мы будем наблюдать. Потому что, да, пока расслабляться рано. Так, идем дальше. Смотрим. В Иран как-то притихо, вам не кажется? Как-то затихо ран. Ну, там было вот здесь вот на границе с Туркменистаном. Я имею в виду вот эту центральную часть. Так, а вот Индия, Непал. Вот здесь вот активность продолжается. Опять прилегающая Китай. Здесь 4.1. Вот неглубокая. Вот здесь вот редко, смотрите, на границе сразу 3 страны сочетаются. И здесь 4.0 на глубине 10 километров. И Китай, Лаос, Вьетнам. То есть, все в одной зоне. Ну, вот Акламакан. Мы видим 4.2, 16 километров. Вот у границы с Кыргызстаном 4.3 на глубине 2 километра. И Таджикистан 4.4 на глубине 10 километров. Вот Алексей Покровский пишет. Алекс, как всегда, спасибо. Посмотрев ваш выпуск, просмотрел видео про Хакасию. Так вот, на такой небольшой территории, по сравнению со всей Сибирью, наличие там 30 с лишним вулканов, не мудрено, что там периодически активность. Старых вулканов, конечно, хватает. Ну, и наличие там соленых озер, термальных источников. И все, что присуще вулканам, там есть. Ключая красивейшие места. Рядом Тыва и Монголия, где есть священные горы для всех этих народов. И это вулканы, Алексей. Вы обещали посмотреть зону Петровска-Забайкальского в плане сейсмичности выпуска два назад. Было бы очень интересно увидеть на картине, где расположен центр толчков в Забайкале. Помимо Удакана, заранее спасибо. Знаете, что я ожидаю? Я ожидаю, когда у вас в регионе состоится землетрясение где-то в районе четверки и выше, еще одно. И тогда мы сможем зайти и через европейскую базу данных и посмотреть, вот именно прилегающая сейсмичность, там будет анализ находиться. А так, в принципе, можно через американскую геослужбу посмотреть. Но мне кажется, там не все будут землетрясения. Так, ну ладно, тогда давайте это отложим на следующий. Если не забуду, если я забуду, тогда напомните, на следующей неделе, пожалуйста, тогда посмотрим американскую геологическую службу. А так, и вам огромное спасибо. Вы всегда даете какую-то дополнительную информацию. И я очень признателен за это. Южную Курилу мы вчера рассматривали, тоже самое Алиуты, по востоку Японии. О, смотрите, интересно, здесь Южная Корея подсоединилась, 3.0, на глубине 10 километров. Здесь относительно редко бывает. Вот тоже удивительно, вот Северная Корея, ее трясти должно тоже хорошо, по идее. Потому что здесь действующие вулканы, но мы видим, что как-то относительно тихо, спокойно сейчас. Вот от Японии идет сюда в Сурдумарианских островов активность. Да, вот здесь глубокая, 4.9 на глубине 278 километров. Вот Тайвань, вот четверочки, да, здесь. Затем Филиппины, Малукское море, там все продолжает. Сулавеси, вот Сулавеси прямо пошли в рост, 4.6 на глубине 10 километров. На севере здесь тоже 4.5 на глубине 30 километров. Есть толчки у Суматры, но они средней глубины, вот 5.0,95 километров, 5.1,60 километров. Ну и вдоль островов тут небольшой глубины. Вдоль Явы тоже сейсмичность присутствует. Вот здесь вот рой у Зумбы, и стройочек такой плотненький. Так, ну Австралия опять, смотрите, 3 землетрясения практически по одной линии по югу, причем одну недалеко от столицы, здесь 2.1 на глубине 10 километров. То есть во всех землях там есть сейсмичность, вот так вот. Смотрим Папуа, Запад Папуа, здесь 4.4, на северо-западе 4.6, вот. Ну на востоке здесь вот средней глубины 5.0 и Новая Британия 4.7 километров. Соломоново море 4.6, и вот активность очень большая здесь в районе Вануату. Да, здесь 6.5 на глубине 10 километров, 5.0, 40 километров, 5.4, 10 километров, 5.4. Ну то есть такая активность довольно-таки высока. И чуть севернее Санта-Крус 5.0 на глубине 10 километров. Так, ну что, Новая Зеландия будет показывать? Не, не будет. Надо перезагружать. Вот теперь покажет. Так, ну в Новой Зеландии ничего не меняется. Здесь от Фиджи идут сверхглубокие, потом поднимаются, становятся меньше глубины. И вот здесь вот ближе к востоку поверхностная активность. Также вот активность на южном острове присутствует. Так, давайте посмотрим. В Антарктиде ничего нет, Африка тоже. Затем смотрим теперь Аляску. Ну здесь присутствует активность, не изменилась она со вчерашнего дня. Примерно все так же. Единственное, что вот 3,3 на глубине 48 километров уже ближе к Канаде. Но здесь вот в центральной части присутствует сейсмическая активность. Так, запад США. Здесь вот Ванкувера. Ну это Вашингтон между Сиэтлом и Ванкувером. В Калифорнии здесь активность есть Техас, юг Колорадо, это мы вчера рассматривали. Вот здесь северо-восток Мексики 3,7-10 километров, 3,1 на глубине 15 километров. Также южная Мексика очень активная сейчас. Но землетрясения в основном 4 в пределах 5 и 5. Ну вот Окса, как мы вчера говорили, М5,7 было на глубине 102 километра. Также Сальвадор, Никарагуа, здесь средней глубины Коста-Рико, Панама, мелкие землетрясения, неглубокие. Гаити, Пуэрто-Рико, тоже активность типичная. В Эквадоре есть неглубокое землетрясение 3,1. Южная Перу, вот здесь вот 5,2 на глубине 10 километров, да, еще здесь 4,3 есть на глубине 37 километров. Север Чили средняя в основном глубины, глубины со стороны Аргентины глубокие. Ну и вот здесь вот Ванда, хотя вот здесь в Ольпараисе есть 4,6 на глубине 20 километров, тоже неглубокие. И на юге Чили здесь есть активность 3,9 на глубине 30 километров. И вот здесь вот в океане 4,4 на глубине 10 километров. Ну что, какие-то четверочки сыпятся периодически, как думаете, Чили уже готова к тому, чтобы дать крупные землетрясения. 5,6 на глубине 10 километров из сэндвичевых. Это вот вчера было 5,2 на севере и 5,1 на юге на глубине 100 километров. Так, ну это была Европа, теперь давайте посмотрим, что монитор землетрясений интересного показывает нам. Да, вот здесь вот немножко по-другому показывают. Красноярский край 10 километров, сибирское отделение РАН об этом сообщает. ТВА, 4,3 на глубине 10 километров. И еще раз ТВА, 3,6 на глубине 10 километров. То есть активность есть на Южной Сибири. Интересно, что вот этот 4,3 не попал в европейскую базу данных почему-то. Ну вот попала Корея здесь тоже, да, но ни с каким вулканом это не связывают. Что еще? Вот Акламакан, давайте глянем. Ну это Казахстан репортирует. Ну, что еще интересного? Давайте просто глянем. Здесь Вануату, ну тоже ни с каким вулканом не связывают эти землетрясения. Суматра, 5,182 километра. Так, здесь все то же самое. Ну вот это вот, а Колорадо мы вчера смотрели, по-моему. Да, ни с каким вулканом тоже нет связи. Так, ну что, на этом все. С вами был Алекс, канал Береглаб. Желаю отличного упражнения.